Пришло время самых интересных новостей Рунета. В эфире рубрика Веб-Ньюз. В Казани пройдет митинг, посвященный 188-й годовщине со дня рождения Льва Толстого. После митинга состоится экскурсия по толстовским адресам Казани и по усадьбе Южковых, где Толстой жил в годы учебы в Казанском университете. Певица Максим поддержала Казань в конкурсе на новую банкноту 200 рублей и призвала своих поклонников голосовать за столицу Татарстана. Хоккеисты казанского акбарса одержали победу над московским «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 4-1. Ректорка Фульша Атгафуров принял участие в церемонии открытия новых производств в Химграде. Торжественный пуск высокотехнологических производств состоялся 8 сентября. Красногнижную птицу спасли от гибели в Елабуге. Казадоя со сломанным крылом обнаружили на одном из заводов города. В Казани подросток пытался покинуть страну без разрешения родителей. Его задержали на паспортном контроле международного аэропорта Казань. В Казани кабаны пытались перебежать трамвайные пути. Животных спугнул автомобильный сигнал, после чего кабаны скрылись в кустах. Мужчина сменил имя, чтобы прилететь в Казань. Суд запретил Зеедулога до его въезд в Россию. Он вернулся в Таджикистан, но оставаться на родине не хотел. Сменив имя в паспорте, гражданин Таджикистана без проблем прилетел в Казань. Правда, вскрылась лишь в марте этого года.